здравствуйте дорогие зрители с вами вновь резван гусейнов в непростой истории мы продолжаем раскрывать клубок непростой клубок политических интриг которые имели место в нашем регионе и во многом мы можем проводить параллели с теми интригами из той ситуации которая складывается и в наши дни именно с этой целью мы разбираем события 100-летний 200-летний 300-летний давности мы ваш наших передачах рассказали о том как через науку пытались обосновать якобы древность армянской истории создавали псевдоисторические конструкции обосновывали идеологию армянского национализма и в этой конструкции есть несколько моментов важных и несколько фигур людей о которых мы хотели бы с вами поговорить начале двадцатого века российская наука осуществила ряд научных экспедиций в наш регион эти научные экспедиции осуществлялись как на кавказ так и на территории турции их дыр cars вам и другие земли которые после войны 1877 78 года перешли под юрисдикцию царской россии то есть мало кто помнит что около сорока лет вплоть до первой мировой войны эти турецкие земли восточной анатолии входили в состав царской россии и сюда осуществлялись научные экспедиции естественно которые имели как минимум двойное дно преследовали политические цели одной из которых было через археологию историю артефакты лингвистику обосновать древность и претензии армянского и других небольших восточнох христианских народов чтобы затем посредством новые этой идеологии давить на мусульманское тюркское большинство проживающие в этом регионе и в этом контексте целая серия этих экспедиций привлекла наше внимание они на территории турции вам но среди этих экспедиции возглавляемых академиком российским академиком николаем марром были и экспедиции в наш регион в карабах 1900 особенно седьмом году наиболее важный коснемся того кто такой николай мар академик это известный российской ученый один из основателей я и физической теории это отдельная тема но он был даже в советское время обласкан сталином но потом правда репрессировал николай мар был сыном престарелого шотландца якова марра полное имя джеймс монтегю мар родившимся 1793 умерший 1874 году пожилой шотландец яков мар обосновался тогда в кутаиси и здесь женился на знатной грузинке от которой и родился николай мар будущий ученый как мы видим линия шотландцев прозелитизм протестантизм о которых мы говорили в прошлых наших передачах имела свое логическое продолжение в экспедицию академика мара входил один из его земляков тоже родом из кутаиси молодой ученый иосиф арбели в котором связаны важные моменты истории нашего региона и формирование нынешнего армян азербайджанского конфликта его идеологической составляющей коснемся того кто такой иосиф арбели иосиф абгарович арбели родился в кутаиси 1877 году умер в ленинграде 1961 году советский востоковед общественный деятель академик академии наук ссср академик академии наук армянской сср и ее первый президент а также в 1934 51 годах директор эрмитажа родился он в кутаиси в армянской семье статского советника юриста абгара иосифович арбели и княжны варвары моисеевны аргутинской долгорукой напомним что это именно тот самый рот аргутинских долгоруких которые родственны иосифу аргутинскому если наши друзья помнят по нашим прошлым передачам 18 начале 19 века иосиф аргутинской с особой миссии был посылаем в петербург был назначен эчмиадзинским католикосом и участвовал в интригах в нашем регионе но ему не суждено было стать католикосом эчмиадзина он был отравлен в тибелисе потому что его длинный язык и пьянство привели к тому что он раскрыл тайну своего визита и даже претендовал на грузинское царство так вот иосиф арбели с одной стороны по материнской линии из этого знатного рода дед его по отцу овсеп арбели окончил лазаревский институт тот самый лазаревский армянский институт где и ковалась в том числе агрессивная часть русского востоковедения тюркологии кавказоведения на основе которого и придуманы многие псевдоисторические постулаты армянской истории древней вымышленной семьи арбели много знатных знаменитых людей братья сестра в основном они все известны ученые уникальные факты и редчайшие фото о жизни и деятельность арбели особенно его советского периода приведены в книги ашота арзуманяна братья арбели мы будем ссылаться на эту интереснейшую книгу которая проясняет многие моменты деятельности иосифа арбели его жизни а также того вклада которым внес не только в науку нашего региона я думаю что всем нам будет интересно понять в чем интрига в чем наш интерес должен быть к этим экспедициям российским археологическим этнографическим лингвистич лингвистическим что они исследовали особенно в карабахе здесь нужно сделать небольшую ремарочку напомнить что речь идет о событиях начала 20 века особенно в первую очередь для россии важными были те события которые произошли период первой русской революции 1905 седьмых годов и влиянию роли внешних сил на эту революцию в итоге как царская охранка так и российское высшее военное командование разведка пришли к выводу что впереди большая война и развитие политических внешнеполитических событий и ситуация в регионе кавказа подсказывала им на основе разведданных что мир стоит на пороге большого передела и это был очередной передел мы с вами прошлых передачах рассказывали о том что 1815 году по итогам наполеоновских войн и его разгрома был передел мира на венском конгрессе так вот спустя менее 100 лет опять назрели противоречия в мире в европе и в нашем регионе тоже и царская сторона охранка они предполагали что впереди большая война и в этой войне по их мнению османская турция нападет якобы на кавказ хотя может быть они были в чем-то правы с целью отвоевать не только те территории восточной анатолии которые после 1878 года вошли в состав россии но и кавказские земли армении так называемый а точнее и реванской губернии созданной на территориях упраздненного праздненного и реванского ханства и по мнению российского военного командования неизбежным было бы падение эрвана и и чмядзина а значит как армянское население так и армянская церковь во главе с католикосом должны были по их мнению куда-то быть переселены и этим куда-то по их мнению должен был стать карабах в первую очередь его горная часть вот где закладывался тот конфликт который сегодня наше время называется армян-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и который подходит уже подошел к концу машины но именно через науку закладывались его некоторые постулаты так вот экспедиция академика марра и участвовавшие в ней в ней в том числе молодой арбели преследовала целью собрать артефакты исторические факты археологические доказательства того что армяне издревле жили на территории карабаха именно этим связано мягко говоря нездоровый интерес иосифа арбели к эпиграфическим надписям церквей монастырей и других построек карабаха то есть все это албанское древнее наследие и не только албанское христианское наследие проходила ревизию и по итогам должно было выйти научное обоснование того что армяне издревле жили на территории карабаха а значит могут быть сюда переселены здесь жить вот и вся задача на фоне якобы угрозы того что османская турция нападет на и реван нужно было перенести в том числе ячмиадзин армянский католик асад и этим местом куда она переедет был выбран албанский гонзасарский храм в карабахе именно основные исследования эпиграфических надписей арбели молодой 1907 году проводил здесь гонзасарском монастыре и других соседних монастырях с целью сбора а затем перевода этих надписей но ситуация развивалась немного по-иному собранные иосифом арбели материалы на тот момент не пригодились и для этого есть определенные политические причины иосиф арбели к 1912-15 годам подготовил полное издание часть неполная часть изданий назвал эту книгу надписи гонзасара и ават сптока она была подготовлена в печати петербурге но не издавалась потому что царская россия как и другие государства вошли в полосу военного противостояния началась первая мировая война к сожалению война всегда является продолжением политики там где не могут договориться дипломаты начинают говорить пушки и исследования арбели были отложены и действительно противостояние между царской россии и османской турции кавказский фронт война первая мировая война они дали немного иные результаты то есть российское военное командование не ошиблась в том что впереди большая война но ошиблась частично по поводу его итогов по итогам этой войны не стала царской россии она распалась распалась и османская турция позже и все планы царской россии о том что турция нападет на кавказ они не были реализованы или же были реализованы не так как по предполагала царская россия 1918-1919 годах 18 году был победоносный марш кавказской исламской армии состоящий из турецких военных и местных народов первого числа азербайджанцев и в нескольких километрах от эривана эта армия армия кара карабе кирпаши 1920 году остановилась часть этой армии во главе с муру пашой пошла до баку и двинулась дальше до дербента то есть турки зашли намного дальше чем предполагала военное ведомство царской россии но с карабахом была другая ситуация поэтому планы по переносу и чми от зина ганзасар то есть армянской церкви из чми 1 ганзасар были отложены и массовое переселение армян с территории ливанской губернии карабах тоже было отложено потому что события как я сказал развивались в ином ключе царская россия пала была создана большевистская россия у нее были свои планы свое видение будущего нашего региона и поэтому исследование иосифа арбели было отложено под сукно но наверное не понимал причины этого писал жаловался уже тогда город назывался не петербург а петроград где была подготовлена к изданию его книга 1919 году на фоне больших политических событий в россии в мире однако это исследование имела свою судьбу несмотря на все утверждения армянской стороны что иосиф арбели вообще не готовил никакой книги ведь собранные им эпиграфические надписи разоблачают армянскую псевдоисторию первоначальном виде это эпиграфика наоборот повествует совершенно о другой истории нашего региона но об этом мы с вами расскажем наши следующий передачи всего наилучшего до следующей встречи